У маленьких вёсках, где библиотеки, зникли больше за 30 годов, тому книгу чекают не меньше, чем аутолавку типа штальона. Так, у вёску Синск, на лоевшине библиобус, приезжая раз в месяц, при любом раскладе и у любое надворье, не глядячи на то, что читачо у всех 19 человек. У салоне машины соправдная мини-библиотека, столажи, формуляры и два библиотекары. На выбор усё, от периодики и фантастики до классики. Опыт на библиобусы видовочные, некоторые читачи берут одразу по 20 книг. Половину сдавать пришёл, половину набрал. Конечно, хорошо, что приезжают. Надо, чтобы приезжали. Потому что читать иногда хочется, конечно. Берём книги, журналы берём. Всё-таки же интересно, что делается в мире и всё. Уперший рейс лоевский библиобус вышел 6 годов тому. Починал с 5 маршрутов. Сюня их в два раза больше. Выдачу книг суместили с концертами артистов с районного центра. В складе аутоклубов и библиобусов так само стали выезжать письменники, ветераны и представники райвы Канкама. Зараз библиобус обслуговывает 44 вёски. А это больше за 700 читачов. За день поспевают объездить до 8 населенных пунктов и выдать до полтысячи книг. Наш библиобус укомплектован не только книгами, не только газетами, журналами. Он является мультимедийным центром. Мы специально для этих услуг закупили ноутбук. Мы берём с собой сканер. Мы берём с собой маленький принтер. Если раньше мы приезжали в какой-то населенный пункт и нужна ксерокопия, это нужно было ждать месяц. Сейчас это всё на месте. За становочным опытом Лоющин из всей области приехали героевники библиотек и установку культуры, которые стали удельниками выездной у коллеги Головного управления идеологичной работы, культуры и по справах молоди Аблова Канкама. На её охучили и за прошлый год в регионе зачинились 15 стационарных библиотек. Причины отток читачов на вёсце функционования установок на местах стало экономично немотазгодно. Библиобус же не потребует выдатков на аренду и утромания помешканья. Прогата машина едена в оттуды, где читачо можно перелечить по пальцах одной руки. У нас хорошо работает и Житковичский район, Рогачевский район. Библиобусов у нас в области 14, это 83% покрытия нашего региона и 21 автоклуб работает. Библиобусы охопливают абсолютно все населенные пункты Деньяма стационарных библиотек. Зараз стоит пытание по ширине деятельности таких пересонных установок, чтобы они могли привозить вязковому насильниству и иншие виды послух. Работа должна строиться в тесном сотрудничестве и с МЧС, и РОВД, и сельскими исполкомами, и Центром по территориальному обслуживанию населения, то есть и другими учреждениями заинтересованными, для того, чтобы не оставить ни одного из жителей малонаселенных и отдаленных деревень без внимания. Забота о жителях деревни – это обязательно социальный стандарт. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, Телерадо, компания «Гомель», Луиский район.